Всем привет! Еще раз скажу, меня зовут Ярослав. Я работаю в компании DataArt, архитектором программного обеспечения, а также занимаюсь безопасностью различных приложений веб, десктопных и мобильных. Парус слов обо мне для тех, кто не читал программу конференции. Как у многих, путь в IT у меня начался в физмате, затем было 5 незабываемых лет на факультете компьютерных наук Воронежского госуниверситета. На самом деле больше, потому что была потом аспирантура и сейчас я продолжаю преподавать. В DataArt пришел на четвертом курсе на модное молодежное направление под названием iOS. Вот так вот внезапно из айосников перешел в архитекторы. Достаточно быстро прошел карьерную лесенку обычного разработчика, то есть интер, джуниор, миддл, синьор и так далее. Побывал в шкуре Тимлида Техлида. С 2016 года занимаюсь полноценной архитектурой приложений и анализом приложений на уязвимости. Про последнее мы сейчас и поговорим. В одном из проектов, когда мы с ребятами делали мобильный банкинг, я познакомился с людьми, которые в компании начали продвигать такое модное сейчас и очень важное направление, как security testing и security audit. О чем идет речь? Вы отдаете третьисторонним людям или людям, которые не являются членами вашей команды какое-то приложение, они берут его, потрошат, пытаются взломать, повысить уровень привилегий, вытащить какие-то потенциально интересные данные, о которых мы чуть позже поговорим. И предъявить вам это в качестве доказательства того, что вы плохо делали свою работу при разработке безопасных каких-то компонентов. Я этим делом увлекся. Сначала, опять же, на мобильной платформе, затем меня потянуло в совсем дебри типа криптографии. В общем, так и живем до текущих порт. О чем мы сегодня будем говорить? Во-первых, мы попытаемся понять, что такое аудит безопасности, для чего он нужен, попытаемся дать ему какое-то усредненное определение, поскольку у каждого оно свое. Расскажем про признаки этого аудита и его цели, которые он преследует, а также немного поговорим про применимость, когда он нужен, а когда, может быть, наоборот, вреден. Дальше мы посмотрим на основные темы, которые имеет смысл спрашивать, когда вы пришли, как аудитор какой-то внешне по отношению к вам команде или компании. И рассмотрим такие важные темы, как аудит самого приложения, аудит инфраструктуры, которой пользуются это ваше приложение. И немножко посмотрим, конечно, на самые эпичные косяки, которые я встречал при аудите различных проектов. И третье. Представим себе, что вы такой темлит, вы думаете, а что делать после такого монголо-татарского нашествия. Пришли к вам аудиты, сказали, у вас все плохо, надо с чего-то начинать. В общем, давайте не будем затягивать. И пару слов о самом аудите. Откуда это вообще пошло? Есть две достаточно крупные модели, которые разработаны умными дядями и тетями из компаний топ-10, топ-20 со всего мира IT. Это B-SIM, текущая версия восьмерки, а у вас P-SAM. Модели обе общедоступные. И, в принципе, вы можете их прочитать, скачать. Что они из себя представляют? Набор каких-то best practices в области безопасности. Причем безопасности не только уровня приложения, но и инфраструктуры, процессов. И, соответственно, требования внешних регуляторов. Так называемый compliance. Что в одной модели есть? Понятие аудит относится к категории governance, то есть процессов управления проектами. Пункт CP2.3. Что в другой? Пункт PC2B. Вы создаете какой-то процесс, с которым вы ходите к внешним командам. Могу сразу сказать пару слов про эти две модели. Дело в том, что они предоставляют такой фреймворк. Вы можете пользоваться далеко не всем, что там есть. Но какие-то полезные моменты, я думаю, каждая из команд для себя найдет. Но, в частности, мы с коллегами разработали такой мини-фреймворк на основе B7.8. В ходе которого мы в проекте, во-первых, предлагаем аудит. Во-вторых, такую вещь, как риск ассессмент и трет моделинг. То есть оценку рисков и моделирование угроз. В-третьих, непосредственно помощь с архитектурой в каких-то сложных компонентах, отвечающих за security. Security code review, penetration testing и помощь с настройкой продакшен окружения с точки зрения безопасности. Это была такая небольшая минутка рекламы. Давайте перейдем дальше и попытаемся понять, а что же такое аудит и, в общем, как он называется у вас. Итак, для тех, кто думает, а при чем здесь, как называете его вы, я могу сказать следующее. Наверняка у тех, у кого было счастливое советское детство, кстати, поднимите руки, кто родился до 90-го года. Вот просто чисто так. Ну, хорошо, значит, может быть, вы помните, что была одна такая замечательная книжка под названием «Откуда берутся дети». Там еще мама, папа, брат, сестра и кот. В общем, в этой книге при обсуждении определенных половых признаков папа рассказывает сыну, в общем, как, что устроено у девочек и мальчиков. Ну и, грубо говоря, он говорит, что в каждой семье это называется по-разному. Вот мы называем это краником. На самом деле, что из себя представляет аудит безопасности? Вы можете называть его по-разному. Architecture Review, Security Fitch Review и так далее. Короче, как бы вы это не называли в своем проекте, скорее всего, вы это делаете. И исполняет это приблизительно одни и те же функции. Как говорит еще одна хорошая советская киноклассика, в общем, он же Гоша, он же Гога, он же Жора, как бы вы это ни называли, оно, главное, работает. И этому можно дать вот некоторое такое определение. Сейчас, одну секундочку, я, с вашего позволения, его зачитаю, так как оно достаточно скучное, наверное, и муторное. В общем, согласно некоторому усредненному определению, аудитом можно считать процесс, в ходе которого проектная команда и продукт, разрабатываемый ей, проходит проверку на соответствие внутренним, внешним, то есть клиентским стандартам безопасности. Сюда же также можно отнести аудит на соответствие нормам некоторого регулятора, будь то аудит на соответствие нормам ныне модного GDPR, PCI DSS, HIPO и так далее. Аудит обычно проводится какой-то внешней командой, внешне по отношению к вашей. И мы рассматриваем в данной презентации ту часть аудита, которую вы можете произвести своими силами внутри своей организации. В общем, как я уже говорил, в АВАСПСАМ, в БСИМ про это есть. Главное наличие в этом аудите какого-то формально закрепленного стандарта, по которому вы идете и точно знаете, что можно и нужно сделать. В ходе аудита вы выясняете, есть ли у проектной команды так называемые response statements, то есть ответы на ваши вопросы или нет. Соответственно, чем меньше их нашлось, тем хуже результат аудита. Когда он проводится? Ну, предположим, одна компания маленькая, ее покупает другая большая компания и хочет понять, в каком состоянии продукты. В этом случае аудит безопасности проводится как часть процесса более грандиозной под названием due diligence. Вы определяете, есть дырки, нет дырок, насколько все плохо, насколько все хорошо. Второе. Security incident достаточно крупный. Ну, на моей памяти, вот я сейчас вспоминаю, два наиболее крупных инцидента за последние пять лет. Первое – это Heartbleed OpenSSL, когда далеко не все вовремя почесались и начали обновлять сервера только после того, как пришел жареный петух и клюнул. А второе – это известные уязвимости Spectre Meltdown. Опять же, патчи выпускались не сразу, но, что более страшно, эти патчи накатывались тоже не сразу. В этом случае на помощь приходит аудит, чтобы быстро понять и сориентироваться, что нужно сделать в первую очередь. Кликер немного пострадал, но ладно. Ключевые признаки аудита таковы. Первое. Он проводится с определенной частотой. Даже однократно проведенный аудит может вам принести немало пользы. Но чаще его стараются проводить раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, раз в год. Второе. Участники. Это какие-то ключевые лица проекта, у которых есть знания об этом проекте. То есть, проект-менеджеры, архитекторы, тим-лиды, ну, на худой конец ключевые девелоперы проекта, которые в нем сидят достаточно давно и знают те или иные фичи. Третье. О чем говорят? Первое. Техническая составляющая проекта. Ну, тут без комментариев. Что, где у вас используется, какие компоненты, может быть, внешние, какие вы писали сами, как вы делаете аутентификацию, авторизацию и так далее. Второе. Инфраструктура плюс политики обслуживания этой самой инфраструктуры. Такое бывает реже, поскольку, ну, будем говорить, не всегда команда, которая разрабатывает продукт, занимается его развертыванием. Для этого сейчас есть специальные люди, их зовут девопсы. Но если команда вынуждена заниматься этим, то есть в ней есть, опять же, отвечающий за это специальный человек, приходится спрашивать и про то, как поддерживается инфраструктура в порядке. Как часто патчатся операционки, какой веб-сервер используется, ну и так далее. При необходимости можно команду поспрашивать про процессы, которые там установлены для безопасной разработки, чтобы через людей не было утечек. И про соответствие нормам внешних регуляторов. И чек-лист. Чек-лист это вот тот самый ключевой момент. У вас есть формально закрепленный внутренний стандарт или внешний стандарт, которому ПО должно соответствовать. То есть аутентификация делается так, авторизация делается так, управление пользователем делается так, а не иначе. Казалось бы, вот такой процесс нехитрый, и у него есть одна очень такая очевидная результирующая вещь, итог. Одна не совсем очевидная, которая является, скажем, более побочным эффектом, но тоже заставляет задуматься. Как итог, вы составляете список проблем, которые вы нашли, отдаете их ключевым участникам проекта, и дальше вы коммуницируете, что с ними дальше делать, с этими проблемами. А вот в качестве побочного итога я замечал такую вещь, что сидите вы на аудите, созваниваетесь 30 минут, 40 минут, час. Тут вот кого-то из разработчиков пробивает, они вот так вот делают. Да, ребят, что-то у нас с безопасностью не все в порядке, дайте-ка мы сами подумаем, что нам имеет смысл, как специалистам в этом случае сделать. Люди начинают записываться на какие-то курсы, проходить внешние, внутренние, может быть, корпоративные курсы по безопасности, спрашивают о том, как безопасно разрабатывать приложение. Пожалуй, вот этот эффект едва ли не лучше, чем эффект со списком проблем и пробелов. Если человек уже на чем-то один раз серьезно попался, то вероятность того, что он сделал ту же самую ошибку после прохождения вот такого вот нещадного интервьюирования будет, по моим наблюдениям, гораздо ниже. Согласно закону сохранения энергии, вот я вам так разрекомендовал аудит, нужно компенсировать хорошую сторону, негативную сторону. Когда аудит не нужен, может быть, даже вредным. Первое. Вы делаете абсолютно новый проект с нуля. Почему он не нужен? Потому что еще толком ничего нет. Что в этом случае удобнее, правильнее сделать? Во-первых, смоделировать те самые угрозы. В англоязычной литературе используется термин threat modeling, и для этого существует очень много разных подходов. Наиболее популярный, наверное, это метод построения дерева атаки. То есть вы декларируете какую-то цель и смотрите, что для нее нужно сделать, чтобы ее достигнуть иерархически. Второе. Это страйт Microsoft-овской методологии, которая формально считается deprecated, но к ней еще доцепили вот такую веселую игрушку под названием Alevection of Privilege. Вы играете в карты с коллегами и пытаетесь определить, какие угрозы системы соответствуют, а какие нет. Третье. Вот такая вот веселая аббревиатура, которая чаще всего называют капец. То есть вы смотрите по готовому чек-листу. Есть угроза, например, спуффингов credentials. То есть вы пытаетесь подменить креды валидного пользователя системы с помощью каких-то злонамеренных кредов. И четвертое. Dread. Тоже еще одна вещь, но она больше же относится к риск-ассессменту. Это такая количественная методология. Существуют также качественные методологии. Почему эти две вещи идут обычно рядом? Дело в том, что сначала моделируют угрозы, а затем оценивают риск. То есть насколько они действительно повредят проекту. Часть рисков закрывается на уровне софтвера, часть на уровне хардвера, а часть закрывается просто процедурными какими-то методами. Или административными. Часть вообще забивает, потому что они маловероятны. Так, что-то я путаю постоянно на кликере. Второе. Короткоживущий проект. Ну если у вас команда из одного-двух человек, вы делаете какое-то приложение, которое у вас проживет 2-3 месяца, а потом будет выкинуто. Ну маловероятно, что вам надо прям брать и делать аудит. Хотя вот на моей памяти есть одно такое исключение. Коллеги сказали, мы делаем сайты для первичного размещения криптовалют. У нас эти сайты каждый живут по 2-3 недели, например. И в принципе там пользователи стоят свои персональные данные. То есть думаетесь. А потом что с этим сайтом будет, да какая нам разница. Ну хакнут его, ну и что. Я спросил, ребята, вы как бы в курсе, что вас регуляторы GDPR за это очень нехило так покарают. Ребята задумались и сказали, ну да, наверное все-таки стоит пройти аудит. Они прошли, и в итоге им пришлось там пофиксить немало багов, прежде чем выходить в продакшн. Так, следующее. Team augmentation. Если вы работаете не в продуктовой компании, а в компании сервисного типа, и вас просто продали как бы под внешнее управление, во внешнюю команду какую-то, ну маловероятно, что вам удастся это пропихнуть. И, наконец, четвертое. Если к вам уже пришли внешние аудиторы, не зовите своих безопасников, вы сделаете на самом деле только хуже, опять же, по моим наблюдениям. Вы попытаетесь все это быстро-быстро в таком авральном режиме позатыкать, вы потратите и свое время, и чужое время, скорее всего, все будет в пустую, так как они найдут ожидаемые какие-то косяки, наиболее популярные. Итак, вот четыре таких основных кейса. Я согласен, что они, наверное, спорные. Это мое личное мнение, опять же, из моего личного опыта. Но, тем не менее, я считаю, что эти четыре случаи, когда аудит не нужен, не имеют место быть. Какие темы аудита обычно поднимаются? Здесь мы переходим к технической части. Из-за этого, извините, перехожу в презентацию на английский, чтобы не отставать от мейнстрим-терминологии. Итак, первое. Управление пользователями. Она же админка. Святая святых любого сайта. Ну, как она выглядит? Типовая админка. User ID, аватарка. Что тут у нас еще есть? Полное имя, пол, страна, логин, дата рождения, откуда человек зарегистрировался. В общем, все то, что касается обязанности админ. Админ может этих пользователей посмотреть, отредактировать, поменять им немножко статус. И посмотреть также, что конкретный пользователь натворил. То есть, глянуть на аудит лог. Ну и, наконец, в некоторых случаях админы занимаются тем, что через саппорт формы принимают жалобы на то, что пользователь, они забыли пароль, просит его сбросить. Второе, посредственно в админке, очень такая есть тонкая тема, как политики по тому, как креденшалы должны храниться. Это тема достаточно обширная, по ней написано много материалов, но что нужно проверить в первую очередь? Первое, то, что креды выдаются безопасно, что вы не отправляете юзернайм и пароль одним и тем же каналом по почте через мессенджер. Это вообще не надо делать. Если вы хотите кого-то пригласить на регистрацию, дайте ему регистрацион линк, который экспортируется через 24 часа, через 48, через 72 часа. Второе, безопасное хранение кредов. Если креды хранятся небезопасно, то есть не хэшировано, слабо хэшировано, но считайте при любой сколь угодно серьезной атаке, они утекли, вы пополните базу сайта haveIbeenPone.com. Третье, вещь под названием inactivity lockout, она касается в основном каких-то корпоративных систем, но если пользователь не был активен в системе месяц, два, три, то обычно аккаунт блокируют, чтобы при каких-то внешних атаках заблокированным аккаунтом никто не воспользовался. Два последних пункта. Поднимите руки, кто читал рекомендации НИСТ по паролям 2017 года. Так, хорошо, один человек. Может быть скажете, что там было сказано про креды? Ну, не совсем так. На самом деле там было сказано нечто перпендикулярное нашему современному сознанию. Первое, ребята, не надо делать какие-то сложные пароли политикой, типа одна буква, одна цифра, одна большая буква, одна маленькая буква, один спецсимвол и так далее. Поставьте минимальную длину пароля и пусть пользователи с этим живут. Второе, забудьте про такую штуку, как password rotation, она доказала свою неэффективность. Пользователи все равно будут вишать вот такой вот стикер с бумажкой рядом со своим монитором, особенно где-нибудь в бухгалтерии. Третье, вот это вот опять же нечто совершенно новое. Возьмите за правило делать скрининг пароли по тому же haveIbeenPone.com. Если вы пароль скрините какой-то, пользователь его вводит, можете сразу предупредить, что этот пароль уже утек. Понимаю, что это совсем новое, это еще далеко не везде адаптировано, но тем не менее это рекомендуется достаточно авторитетной организацией, и смысла не следовать этим политикам лично я не вижу. Итак, сейчас мы чуть-чуть ускоримся и перейдем к следующей вещи. Аутентификация пользователей. Здесь всегда касаются темы про сам механизм аутентификации, который вы используете, про безопасную передачу токена и про такую вещь, как меры по предотвращению угона сессии. Для того, чтобы безопасно аутентифицироваться, нужно предоставить, во-первых, следующие штуки, сказать пользователям, точнее сказать разработчикам, показывайте безопасное сообщение о том, что имя пользователя или пароль невалидны. То есть злоумышленник, чтобы не мог понять, есть такой аккаунт в базе, нет такого аккаунта в базе. Сейчас это все легко автоматизируется, просто берутся, стягиваются базы с украденными имейлами, и запускается бот, который начинает сканировать аккаунты в каких-то популярных сервисах. Дальше, меры против брутфорса. Узнаете, есть они или нет. Есть ли в принципе какие-то провайдеры SSO или мультифакторной аутентификации, которые можно подключить для того, чтобы усложнить еще больше задачи злоумышленникам. Есть ли повторная аутентификация для каких-то действий, которые можно назвать sensitive. То есть, например, вы переводите кому-то деньги, подтвердите это или отпечатком, или выводом пароля. Нормальная практика. Конец, безопасный механизм восстановления пароля. Узнаете у команды, как восстанавливается пароль. Если он отправляется по почте, открытым текстом, можете сказать ребятам, что все очень-очень плохо. Второе. Токен security. Здесь в основном идет жуткая криптография о том, как этот токен генерировать, о том, как его менять, и о том, как его передавать. Но как его передавать, это уже отдельный разговор. Мы сейчас не будем касаться технических деталей. Вы узнаете, как это делается в той или иной команде. И, наконец, третье. Меры по предотвращению угона сессии. Есть разные атаки, которые на это направлены. Самые популярные, наверное, session fixation и cross-site request forgery. То есть межсайтовая подделка запросов и фиксация какой-то сессии. Все меры, которые перечислены на слайде, обычно требуются для того, чтобы предотвратить угон сессии злоумышленникам. Я вам обещал, на самом деле, немного косяков. И сейчас я их опять же зачитаю. Потому что их настолько много, что запомнить их не представляется возможным. Итак, по юзер-менеджменту. Самое веселое. Одним ребятам клиент сказал, давайте мы не будем делать регистрацию пользователя как таковую, пусть админ рассылает креды письмами. Ну, молодец, админ. А менять креды эти не надо никому. Админ, если чу, их тоже поменяет по вашему запросу. Дальше. У других измеритель мощности пароля был только на UI. А в базу можно было запросом загнать хоть QWERTY. Третье. Сброс пароля люди делают, а вот смену пароля заутентифицированной зоны не делают. Почему, тоже непонятно. Четвертое. Админ сбрасывает пароль пользователю и отправляет новый в письме. Ну, про это мы уже говорили. Кто-то не делал аудит логи. То есть нельзя было понять, кто, когда, с какого айпишника сменил пароль тому или иному пользователю. Что касается аутентификации. Тут тоже список косяков достаточно обширен. Наиболее популярный. Первое. Сброс пароля, когда новый пароль генерируется в системе, отправляется в открытом виде. Epic Win. Отсутствие ограничений на число попыток аутентификации. Сами понимаете. Можно забортфорсить кого угодно, либо просто зафладить таблицу с запросами на сброс пароля. Разные ошибки для несуществующих-существующих аккаунтов. Так называемый аккаунт-енумерейшн атака. Отсутствие MFA в том случае, когда это предписано законом. Например, в HIPO говорится явно о том, что если у вас есть возможность, вы это должны обязательно сделать. Отсутствие понимания того, для чего нужны антифорджери токены. Ну, как бы вопрос, я думаю, не требует дополнительных пояснений. Итак, после аутентификации у нас идет, конечно же, авторизация. Она же access control. Здесь самый популярный ответ на то, ребята, а какую модель доступа вы используете? Ролевую, мандатную или attribute-based? Был ответ такой, что? Вот что это самая популярная модель access control, по моим наблюдениям. И это пока ничем не правится. А другие люди забывали access control прикрутить к статическим файлам. Например, лежит где-то на Амазоне в S3-бакете PDF-ка, и вы выдаете ее формально только аутентифицированным пользователям. Но вы не мапите разрешение своих пользователей, своего приложения на разрешение IAMO. Соответственно, тот человек, который получает прямую ссылку, даже будучи не зарегистрирован в системе, может эту PDF-ку оттуда стянуть. Контекстуальный контроль данных, оно же data permissions. Если первый вопрос про functional permissions, вот это про access control, то второй про то, что пользователи могли редактировать, скажем, на форуме посты не свои, просто потому что не проверялось в том же SQL-запросе авторство, кто является автором. Четвертое. Отсутствие дополнительной фильтрации по, например, IP-шнику, по геолокации. Это в основном касается админки. Ее надо прятать и беречь, как зеницу ока. И пятое. Ну, аудит. Раз мы уже до него дошли, надо по-хорошему его сделать. Хотя бы самый базовый. Кто, когда аутентифицировался, поменял пароль. Если его нет, то это обернется для вас большими проблемами при расследовании каких-то инцидентов по безопасности. Некоторые регулирующие органы и законодательства, типа того же GDPR, требуют наличия аудита в обязательном порядке. Иначе вы не сможете установить, откуда произошла у вас отечка данных. Итак, защита данных. Ну, здесь все достаточно банально. Во-первых, секьюрные соединения. Вы спрашиваете, делает их команда или нет с базой данных, с какой-то другой инфраструктурой. Во-вторых, проверяете, есть ли шифрование каких-то сенситив данных при их передаче и при их хранении. И третье – это разные меры, которые направлены на то, чтобы предотвратить непреднамеренные утечки информации. Через логи, через сообщения об ошибках, через тег-трейсы, даже через принт-скрины и скриншоты, которые делаются на мобильных приложениях, системой самой. И, наконец, самая мякотка – это хранение персональных данных согласно-на требованиями регуляторов. В России есть 152-й федеральный закон, в Европе есть GDPR, в Штатах есть свой закон. Хранить их надо, как зеницу ока, желательно в отдельной базе, шифрованной, которая имеет доступ к ограниченному числу сервисов. Дальше. Input Handling. Но, я думаю, ни одна презентация про то, откуда берутся сквари-инъекции, не обходится без этого XKCD-комикса, про маленького Bobby Tables. Суть в том, что даже порой очень серьезные команды забывают про то, что надо использовать prepared statement при создании каких-то запросов в губазе. Во-вторых, валидация должна быть обязательно на сервере. То, что вы делаете на клиенте – это юзабилити. А то, что вы делаете на бэкэнде – это security. Третье. Загрузка файлов. Опять же, согласно современному рекомендациям, их советуют класть какой-то карантин, где не сканируется антивирусом. Если нашелся вирус, загрузка отклоняется. И четвертое – output encoding. Связано с инпутом. Если вы проводили очистку инпута, то, в принципе, output уже не особо важен. Если вы этого не делали, то позаботьтесь о том, чтобы с помощью таких вещей нельзя было провернуть тот же XSS. И, наконец, валидация редиректов на серверной стороне. Вот этот раздел, который касается конфигурации окружения, он, кстати, по моим наблюдениям, в нем гораздо меньше косяков. Наверное, потому что сейчас становится все более модным привлекать настройки инвайрментов, девопсов и людей, которые специально обучены делать это. Но, тем не менее, что здесь проверяют? Настройки веб-сервера, конфигурацию сетевого уровня и так называемый хост-секьюрити. То есть конфигурацию либо железных машин, либо виртуальных машин, на которых ваше приложение крутится. Настройки веб-сервера. Это политики корса, добавление секьюрити-хедеров, глагол HTTP, платформенные хедеры, редиректы и, самое главное, TLS. Дальше. Настройки сети. Вы проверяете, есть ли вообще какая-то карта сети или даже просто словесное описание ваших ресурсов, используемых в Амазоне, или подключаете тот же самый AWS конфиг. Смотрите, как друг от друга инвайрменты отделяются, прот от стейджинга, от девелопмента. И проверяете дальше конфигурацию машин, которые сидят в этих инвайрментах. Патчатся ли они, включена ли синхронизация времени, есть ли централизованный менеджмент аккаунтов, и, грубо говоря, ограничен ли к ним удаленный доступ по времени и по правам. И процессы, которые сопровождают процесс сопровождения приложения в продакшене. Это логинг-мониторинг, бэкапы и процесс мейнтеннесса. Логинг-мониторинг понятно. Пишем логи, пишем аудит-логи. И желательно не только с уровня приложения, но еще с уровня базы данных операционной системы, всякого middleware. Бэкапы делать обязательно. Причем надо прописать не только политику, как мы делаем бэкапы, но и как мы их восстанавливаем, в каком случае, с какой периодичностью. Желательно устраивать какие-то периодические боевые тестирования. Процесс восстановления бэкапов. И, наконец, мейнтеннесс. Патчинг, проверка версий компонентов, оценка рисков, периодическое сканирование и пентест. Предположим, вы пострадали от аудита. Что делать? Шеф, все пропало, прибегаете вы к своему начальнику. Он говорит, так, спокойно, ребят, что нам там сказали, какой приоритет? Здесь шефа надо оборвать. Как вы думаете, почему? Дело в том, что команда, которая проводит аудит, дает не приоритет, она дает вещь под названием severity. То есть то, насколько, грубо говоря, к каким-то злобным последствиям приводит тот или иной баг. Многие воспринимают эти две вещи как нечто одинаковое, но по факту это совсем не так. Severity – это то, насколько все плохо может произойти, если к вам вломились. Priority – это то, что сказал бизнес. Если у вас там есть какая-то бага с high severity, но low priority, то есть бизнес сказал, что это делать не надо, значит, это делать не надо. Как приоритизировать получившиеся баги? Ну, есть разные версии пирамиды Maslow, я думаю, все их видели в сетевом фольклоре. Первая вот такая вот, вторая, например, вот такая, которая перерисовала еще Wi-Fi уровень заряда батареи. У нас будет своя версия. Здесь хочу сказать спасибо своему харьковскому коллеге, он рисовал вот эту пирамидку, но на самом деле мы приоритизируем баги чуть-чуть по-другому. Итак, приоритет первый. Исключаем человеческий фактор. Как вы думаете, что это? Это пароли по умолчанию, это типа секретные URL в админках. Значит, меняем все пароли, какие только есть админские, убираем секретные URL, ставим IP-фильтр и живем дальше спокойно. Это делается быстро, дешево, но эффективно. Второе. Защита данных. Включаем хотя бы transparent encryption для дисков, где у вас расположена база данных. Если есть возможность включить encryption для базы данных целиком, еще лучше. Если вы реализовали шифрование по атрибуту, то вообще круто. Предотвращаем разные сколь инъекции. Какими способами, я думаю, вы их прекрасно знаете. Третье. Настраиваем по-человечески аутентификацию управления доступом и делаем базовый аудит. Четвертое. Безопасная конфигурация окружения. Тоже делается быстро, дешево, эффективно. Ставим правило по умолчанию. Запретить все, кроме разрешенного. К установке софта, к сетевым соединениям. Пятое. Делаем хорошую авторизацию с помощью фреймворка, а не с помощью какой-то самописной фиговины. И настраиваем полноценный аудит, чтобы можно было понять, кто в какой момент попытался авторизоваться на определенном ресурсе, и получилось ли это у него сделать. Шестое. Сюда можно включить всякие меры, типа анти-XSS, анти-XSRF и корс. Но вещи, которые уже обычно относятся к более высоким материям. Седьмое. Здесь начинается совсем трэш. Проаудируем третьесторонние компоненты. Нет ли в них закладок и дыр. Восьмое. Есть прочие мелкие настройки. Коллега рассказывал, что, например, он пытался взламывать один сайт, а тот ему на невалидный output, точнее на невалидный input, он посылал туда всякий JSON с помощью фазера, с помощью утилита, который пихает длинные строчки, строчки с нехорошими символами, не экранированными, и пытается понять, есть ли уязвимость или нет. В общем, вместо стандартной 400 ошибки, сайт возвращал 418. Кто знает, что эта ошибка означает, тот получит приз. Это чайник. И, наконец, девятое, что называется, что вашей душе угодно, то вы сюда можете поставить. У вас могут быть какие-то свои политики по безопасности, ограничить доступ к серверу только двумя людьми, закрывать на ключ, ставить решетки. Вот здесь без шуток, если кто-то читал 152-й федеральный закон, очень нудное чтиво и подзаконные акты, которые к ним разработаны, там написано, что средства криптографической защиты информации должны храниться в комнате, на которой установлены решетки и железная дверь. И храниться они должны в сейфе. Это правда. И как бы к вам придет проверка из ФСБ, которая этим занимается, и вы должны вот это все показать. Ну и FSTC или ФСБ. Суть одна и та же. Вас очень сильно оштрафуют, если у вас не будет комнаты вот такой вот. Как бы соответствовать надо. Резюмируя. Первое. Аудит. На самом деле это благо, это скучное, может быть, но очень нужная вещь, которая вам позволит с минимальными усилиями, там, грубо говоря, 2-4 часа потратить, 2-4 часа потратить, не 24 часа нон-стопом. И вы выясните какие-то самые грандиозные косяки, которые вам сама команда выдаст. Ну, в том числе, например, ой, ребят, мы забыли, забыли, мы захардкодили креды в локальном сторидже браузера. Такое тоже было. Второе. Вы тоже занимаетесь аудитом. Как бы он у вас там ни назывался. Вспоминаем картинку про краник. Третье. Аудит – это не панацея. Мы посмотрели случаи, когда аудит нам может оказаться вредным или просто пустой тратой времени. Четвертое. Он требует, конечно, подготовки. Чтобы составить этот чек-лист, нужно попробовать сделать аудит сначала на каком-то тестовом проекте и понять, что пойдет хорошо, что плохо. Пятое. После аудита нужно расставить приоритеты. То есть та самая priority. С этим вы ходите к своему боссу, а не сами расставляете приоритеты, поскольку у него будет наверняка другое видение продукта. Шестое. Жизнь до аудита есть. И, в принципе, седьмое после аудита она тоже есть, поскольку аудиторов надо в этом случае воспринимать не как своих врагов, а как людей, которые хотят вам помочь и показать на те вещи, которые, может быть, вы в силу замыленности своих глаз сразу не обратите внимания. На этом у меня все. Я верну сейчас предыдущий слайд, чтобы у вас была возможность задать какие-то вопросы. Собственно, я их жду. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Возможно ли вариант, и будет ли это безопасно, если, например, админ по почте корпоративно высылает какой-то пароль, и потом при первом же логине пользователь должен его изменить? Обычно так и делают, конечно. Но мера, сами понимаете, далеко не идеальна с точки зрения безопасности. Лучше, если админ найдет этого человека физически, если он находится в одной локации с ним, распечатает креды на листочке бумаги, принесет их человеку, постоит у него за спиной, пока тот не поменяет пароль, можно отвернувшись, и заставит человека бумажку съесть или сжечь. Вот это безопасно. Ну, второй вариант, как вы сказали, по почте их перекинуть. Более-менее нормально, но если кто-то почту успел уже ломануть, это нехорошо. Добрый день, спасибо за доклад. Скажите, а используются ли какие-то средства автоматизированного проведения аудита для программного обеспечения, допустим? Конечно, этих средств полным-полно. Если мы говорим про сканирование кода, тот же SonarCube можно использовать, какие-то статические анализаторы кода, у них есть обычно проверки с категорией security связанные. Если мы говорим про облачное хранилище, для того же Амазона есть тулзы, типа, по-моему, Scout2Prowler называется. Вы настраиваете к ним, вы настраиваете свой амазоновский аккаунт, даете им access key и key ID, и, соответственно, они сканируют настройки окружения и смотрят, насколько они соответствуют каким-то принятым в комьюнити лучшим практикам. Вы можете согласиться с аутпутом этих инструментов, можете не согласиться, что-то из этого взять в дальнейшую разработку, что-то не брать. Насколько популярно использование средств при аудите, я не берусь сказать. Мы их используем достаточно часто, особенно если дело касается Амазона или CodeReview. Что касается каких-то компонентов, иногда проще посмотреть архитектурную схему, кто с кем общается, поговорить с двумя-тремя ключевыми людьми и, может быть, глянуть порядка 100-200 строк, которые отвечают за криптографию, например, или за валидацию токена, чтобы понять, все ли хорошо или, может быть, все плохо. Дело в том, что иногда человек все-таки ловит те ошибки, которые программы поймать не в состоянии. Просто логические какие-то ошибки. Так, еще вопросы есть? Здравствуйте, Ярослав. Спасибо большое за доклад. Очень интересно было. Подскажите, пожалуйста, есть какая-то разница, например, какие, наверное, плюсы, если будет проводиться аудит именно сотрудникам, которые работают в этой же компании или привлекает стороннюю организацию? Спасибо. Я думаю, разница только одна в деньгах. Аудит своими средствами, наверное, выполнить будет дешевле, я не скажу, что эффективнее, но бывает и такое, что внешние аудиторы смотрят на откровенную фигню, а свои ребята, которых вы давно знаете, могут вас так очень нехило напрячь. Я могу сказать, как это организовано у нас. У нас, в принципе, проектная модель работы. Существует много мелких проектов. В общем, каждый работает, например, со своим клиентом, и они приходят к некоторой глобальной в секьюрити-группе, которая есть в масштабах компании. И мы это делаем совершенно спокойно. Формально для клиента мы являемся как бы вот левыми людьми, тридцатаронними аудиторами. И они готовы за это платить. Если клиент считает, что это, может быть, не обязательно делать силами той же компании, мы можем провести какую-то урезанную версию аудита или там секьюрити-программы. В этом случае ребята уже будут подготовлены заранее к внешнему аудиту. Помните, вот я говорил, что во время внешнего аудита не надо делать. Вот перед можно сделать заблаговременно. В этом случае внешних косяков будет, наверное, поменьше. Здравствуйте, меня зовут Олег. Вы много уделяли внимания именно техническим средствам, но на данный момент все-таки основная проблема информационной безопасности это внутренние утечки и человеческий фактор. Какие существуют вообще методы, инструменты, такие, чтобы, например, бывшие сотрудники, которые нелинейные, которые уже высокие должности, которые априори имели очень большой авторитет и приоритет решения каких-то проблем, как избежать вообще такого, чтобы в дальнейшем, например, бывшие сотрудники не портили ту же информационную систему и не было утечек? Спасибо. Для этого, на самом деле, как ни странно, есть, опять же, технические различные меры. Вот если мы берем ту же систему, какую-нибудь Single Sign-On глобальную, но есть тот же Microsoft Active Director, а есть, например, система под названием Octa. В принципе, в нее можно внести некоторые данные, которыми заведует отдел HR, то есть кадры. И кто только видит, что человек там увольняется, в этот же день активируется триггер, который берет и все доступы человека просто убирает. Что касается железа, на котором работает такой, грубо говоря, высокопоставленный сотрудник компании, однозначно оно должно быть под контролем компании. То есть, ноутбук сдать, телефон сдать. Если была какая-то возможность данные выкачать, например, по VPN-соединению, но здесь рецепт мне известен только один. В зарубежных странах работает на ура. Это штрафы, прописанные в трудовом договоре. И всякие вещи типа НДИ. Просто других средств против утечек информации человечество пока не изобрело. Я думаю, вы в курсе нынешних шпионских скандалов. То, что ГРУ, например, тратит огромные деньги на то, чтобы куда-то заслать шпионов, а не очень честные на руку люди из МВД за 20 тысяч, 30 тысяч рублей сливают базу данных паспортов. Но вот я думаю, вы понимаете, что по-хорошему ни нового способа, кроме как уже сточить ответственность за это, нет. Причем ответственность, может быть, даже должна быть изначально на каких-то начальных этапах совершенно драконовская, чтобы человек боялся оставшуюся часть жизни провести за решеткой. Еще вопросы будут? Или у нас время? Да нет, у нас, наверное, уже время. Спасибо, Ярослав. Давайте похлопаем. Давайте мы, наверное, поступим так же, как и предыдущий спикер. Встаньте, пожалуйста, кто задавал вопросы, чтобы я вспомнил, о чем они были. Вот они и три. Отлично. Почему три? Четыре. А, да, четыре. Ой, извините. Могу сказать однозначно, последний вопрос мне понравился. Дальше вопрос про проведение аудита. Кем? Как задавала девушка, да. У нас есть возможность дать четыре подарка? Я думаю, да. Давайте всем тогда дадим. Хорошо. Угу. 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 Угу.